Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали. Живем с мужем, пишите вы в гражданском браке, не зарегистрированы уже почти 5 лет. Здесь, Евгения, первый ваш, первая ошибка, вы не живете с мужем. То есть гражданский брак это не муж, это не замущество, а это просто сожительство, причем сожительство без обязательств, то есть хотя бы по закону, да, вы ни на что не имеете права, в самом случае, если вы, ну грубо говоря, разойдетесь. Ну и муж, соответственно, тоже. Поэтому 5 лет гражданского брака, ну это, не пытайтесь забеременеть. Это странно. Это странно, потому что за 5 лет уже любой мужчина мог бы определиться с тем, хочет ли он видеть вас в своей женой, не хочет ли он видеть вас в своей женой. Вот вы, как вы, по какой-то причине, в общем-то, также считается, что вполне нормально ребенка заводить, значит, ну, вне брака. Чтобы, соответственно, у него не было, скажем так, полноценной семьи. Вот. Это, конечно, тоже довольно странная позиция, которая являет собой причину в виде самоотленки, видимо. Причину в виде страха, вид, по всей вероятности. Вот. И причину в виде, ну, какого-то определенного желания, к примеру. То есть вы можете для чего-то хотеть ребенка, правда, для чего вы хотите, это уже детали, почему вам ребенок так важен. Это тоже нужно выяснять, почему вам так важен ребенок без брака. Это, на мой взгляд, тоже нужно выяснять, потому что история очень важная. Вот. Ну, а так или иначе, я думаю, ну, я надеюсь, что основная мысль вам здесь моя ясна. То есть я хочу сказать, что у вас есть какая-то проблема с репрезентацией себя. Вот. Так я полагаю, по крайней мере. Вот. И если это так, то, на мой взгляд, ну, там и аспект нужно корректировать. Вот. Дальше. Не получается забеременеть, да, соответственно, ну, вопрос остается тот же, для чего вам беременеть, почему вы хотите забеременеть. Не будучи в браке. Вот. То есть, по какой причине вы хотите забеременеть, не находясь в браке. То есть это вам для чего-то нужно, или это у вас такой, условно говоря, пунктик. Вот. Вот. Что вот. Мне нужно забеременеть, я тогда забеременеть там, ну и так далее. Вот. То есть тут, на мой взгляд, я опять же, я понимаю вопрос о том, насколько вам важно то, что вы делаете, и отдаете ли вы себе отсчет в целях. То есть зачем я это делал. Для чего я это делал. Вот. Чего я хочу. По итогу. Вот. То есть, ну, вам лучше, лучше бы вам эти моменты для себя понимать. Потому что, если вы, к примеру, думаете, что удержите мужчину ребенком, то нет. Если ребенок для чего-то нужен вам, тому, то это тоже нужно выяснять. Для чего? Потому что ребенок сама целью быть не может никак. Вот. Ага, значит, сколько у вас не получается забеременеть. Тоже довольно важный момент. Момент. Сколько у вас не получается забеременеть. Во времени. Вот. Потому что то, что вы с мужчиной пять лет. Это понятно, что что вы с мужчиной пять лет. Это понятно. Вот. А вот сколько вы пытаетесь забеременеть, это не совсем понятно. На мой взгляд. По крайней мере. Вот. Поэтому я хотел бы этот момент уточнить. Далее вы говорите, что ходите по больницам, чтобы, значит, ну, поправить свое здоровье. Вот. Женское. Ну, понимаете, у меня такое ощущение, вот, исходя из того, что я вам уже сказал, что вы элементарно с мужем друг другу не доверяете. Вот. Что примечательно, на это указывалась и последняя ваша фраза, последняя ваша фраза о том, что вы не можете там мужу чего-то сказать, вы не можете мужу о чем-то говорить, потому что и тут тоже будет конфликт. То есть с мужем нет полного взаимопонимания и полного доверия. Вот. Вот. Это противоаааааааааа. Действует беременность. Вот. То есть, если вы не доверяете своему мужчине, то вы не можете расслабиться. Если вы не можете расслабиться, то вы не можете забеременеть, забеременеть. Ну и, конечно, на мой взгляд нельзя обменять тот факт, что, к примеру, вы не чувствуете стабильности в своей жизни. И зарядных факторов. То есть это могут быть факторы, в общем-то, как и мама, да, которая вас третирует. Это могут быть и факторы мужчины. Вот. С КПШК промывая вас, к примеру, там, нет доверия полного. Вот. То есть моментов, на самом деле, может быть много. И не чувствуя стабильности в своей жизни, вы ещё, может быть, именно поэтому не хотите... на подсолнительном уровне беременеть, потому что это делает вас увязвимым. Вот. Ну а действуйте вы так, как действуете, потому что, как бы, неудовлетворённость есть, и её нужно как-то реализовывать. Свою неудовлетворённость. Я имею в виду. Дальше. Вы пишете. Моя мама, видимо, ревнует и обещается. Говорит, что мой муж живёт для себя, и у него есть дети, ему больше не надо. Хотя, наверное, в ситуации здоровье, говорит, что уже всё увеличено, он какой-то не такой и так далее. Ну, с одной стороны, мама, конечно, она, безусловно, беспокоится о вас. Понятно, что она делает это на свой. Вот. Вот. Ну, скорее всего, она, воспитывая вас в одиночку, да, она просто не может смириться, что вы, там, можете, к примеру, уйти от него. Она не может смириться, что вы стали самостоятельной, вот, и так далее. Я думаю, что дело в этом, что она пытается целенаправленно вашего мужчину дискредитировать, чтобы вы от него ушли. На самом деле, она, я уверен, не одобрит ни одного партнёра, которого вы выбрали. То есть, любого найдёт недостатка, даже она не хочет вас отпускать от себя. Вот. И это, вот, привязка к маме, да, и следование её каким-то, вот, позициям, к примеру. Но она, в самом деле, вам очень мешает, не может не мешать. Поэтому я рекомендую здесь от мамы сепарироваться, да, то есть поработать с личными границами. Что маме можно говорить? На какие темы маме можно говорить? А, на какие темы маме говорить нельзя? От слова совсем. Только вы способны это устраивать, никто больше. Вот. То есть, вот мама говорит, да, там, что-то ревнует, обижается. А, как вы на это реагируете, Евгений? То есть, ну, как вы, какие чувства вас это устраивает? То, что она ведёт себя, ну, вот, так. Это очень важная история. Очень важный момент. Вас это задевает, если да, то, что, как, давайте смотреть, разбираться, анализировать, если вас это задевает. Ээээ, чего вы хотите. То есть, как бы, мама она довольна не будет, никогда, пока вы не сделаете так, как хотите. С одной стороны. Но, с другой стороны, это ваша мама, и она никуда не денется. Она, так или иначе, всё равно будет с вами. Всегда. В отличие от мужа, который, в общем-то, может уйти. Не потому что он вас не любит, а просто потому, что у него меньше привязки к вам. Поэтому ваше метание между мамой и мужем, это мама и мужем, напоминает борьбу с чувством вины. Вот. А что ревнует мама? Ну и что? Это её правило, это её выбор. Чем больше она будет ревновать, и тем меньше получать отвал в обратной связи, тем больше у неё будет стимулы что-то делать наконец для себя. Вот. Мама начинает мне пилить мозг, доходит до скандала. А вот здесь вы уже играете в игру всё из-за тебя. Вот. Ну и, соответственно, играете в игру в скандал. То есть, по сути, у вас нет личных границ. Проблема с личными границами у вас. То есть, выстраивания комфортных условий для отношений. Вот. И скандал, в этом смысле, используется вами как средство для выхода из отношений. То есть, просто сказать нет, или просто выйти из ситуации, когда она становится конфликтной, вы не можете. Ну, в силу ряда причин, каких-то. Вот. И вы скандалите. На самом деле, если установить для себя определённые правила, которые вы будете следовать в своей жизни, вот, то проблем не будет. Вообще никаких проблем не будет. Вам не нужно будет ссорить и скандалить. Вообще вся необходимость в этом пропадок. Но для этого нужно поработать над личными правилами. Что точно вы допускаете по отношению к себе. Вот. А чего вы не допускаете по отношению к себе и почему. Вот. И определитесь в своём отношении к маме, да. То есть, если вы хотите действительно маме помочь, если вы её любите. А другой опыт означает, что человек заинтересован в личностном развитии другого человека, да. Вот. Что вам, наоборот, нужно оставить её рядом. Потому что только со стороны она сможет увидеть и почувствовать, что идёт, что движется куда-то, куда-то, вот, не в ту сторону, не туда, куда надо было. Вот. А так вы просто своим метанием, да, ей по сути, по факту потакаете. Так что простите, но есть у меня сомнения относительно того, насколько вы её именно любите. Свою маму. Вот. Есть у меня такого рода сомнения. Дальше. Значит, так. Мне кажется, что она пригребает палку, хочет, чтобы всё было только так, как хочет она. Как бы тебя не знаю. Просто делать так, как хотите вы. И всё. Вот. То есть, в чём противоречие? Скажите, пожалуйста. Евгений, выразите, выразите своё противоречие. По какой причине вы мечетесь от мамы к мужу? Где вы вообще в этой ситуации? Где вы вообще в этой истории? Где вы? Вот именно вы где? Есть ли, есть ли вы, вы? Что-есть, иными словами, иными словами, да? Ага, а что думаете вы? Как хочется вам, что нужно вам, понимаете? Какая история. Вот этот момент и нужно определить. Сейчас вы, по сути, полностью не самостоятельны. Для того чтобы быть самостоятельным вам нужна, собственно говоря, своя позиция. А в этом у нас есть четкие цели и ценности, ваши ценности. Ценности и наши приоритеты. Только так и никак иначе, к сожалению. По-другому это работать не будет. Довольных всем и довольных всем не будет. Невозможно, чтобы были довольны все и довольны всем. Понимаете? Выбор нужно делать. Однозначно в пользу своего мужа, если он соответствует вашим представлениям. Вот. А в том, что касается вашей мамы, да, здесь нужно просто работать с чувством вины и с личными ценностями. Вот. И с любовью. Как вы понимаете, любовь. Сейчас я рекомендую вам почитать про игру все из-за тебя и скандал. Ну, сейчас я рекомендую вам посмотреть в интернете треугольник Карпмана, потому что вы находитесь именно в треугольнике Карпмана в позиции жертвы, не желая брать ответственность самостоятельно за то, что вы хотите. Вот. И, собственно говоря, ограничить свое общение с мамой исключительно до комфортного уровня. То есть, как только вы почувствовали, что вам некомфортно уже с мамой взаимодействовать, вы тоже выходите из общения. Вот. Запретите ей приезжать к вам часто, пристаньте приезжать к ней сами, ну вот, пусть обижается, пусть обижается, пусть ревнует. Пообижается, поревнует и у нее не останется другого выбора, кроме как принять вас, принять вашу позицию, если она вас любит. А если она вашу позицию не примет, то это означает, что она вас не любит. Ну и в таком случае, если она вас не любит, то уже вам решат, будете ли вы поддерживать отношения с таким человеком или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok